Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами и садухов. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы начинаем святую мессу. И это радостное мессо для нас. Сегодня мы совершим меру помазания нашей сестры Господи Елизаветы. И сегодня мы совершим рукоположение в диаконы нашего брата Эдуарда. И поэтому сегодня обряд покаяния будет содержать в себе окропление водой в знак обновления наших крещальных обедов. Но и самое главное, конечно, Господь будет с нами в слове и таинстве. И мы с вами, возлюбленные братья и сестры, обратимся с усердным молением к Господу Богу нашему, чтобы Он благословил эту воду, которой мы будем окроплены в память о нашем крещении. И да поможет нам Бог сохранить верность Духу Святому, которого мы приняли. Всемогущий, Вечный Божий, Ты благоволил, чтобы вода, источник жизни и начало очищения, не только омывала тело, но и очищала душу человека и приводила его к жизни вечной. Молим Тебя, благослови эту воду, которой мы будем окроплены в этот день. Тебе, Господи посвященный, обнови в нас живой источник Твоей благодати и ею сохрани душу и тело каждого из нас от всякого зла, чтобы мы могли приступить к Тебе с чистым сердцем и достойно принять Твое спасение через Христа, Господа нашего. Аминь. Всемогущий Бог да очистит нас от грехов наших во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи помилуй. Господи помилуй. Христе помилуй. Господи помилуй. Посподи помилуй. Помолимся. «Всемогущий Боже, сподобь нас по благодати Твоей, соделаться истинным храмом, где обитает Дух Святой. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Литургия слова. Чтение из первого послания святого апостола Павла Коринфяна. «Братья, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному исполкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Слово Божие. Возвещайте во всех племенах чудеса Господа. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его. Возвещайте во всех племенах чудеса Господа. Благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Возвещайте во всех племенах чудеса Господа. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует. Возвещайте во всех племенах чудеса Господа. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуются поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные. Возвещайте во всех племенах чудеса Господа. Слава Тебе, Слово Божие! Когда придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину и напомнит вам, что Я говорил вам. Слава Тебе, Слово Божие! Господь с вами! Слава Тебе, Слово Божие! Чтение Святого Евангелия Теанна. Слава Тебе, Господи! Иисус сказал, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Евангельскими речениями, да и сгладятся наши приглашения. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Мир помазания – это таинство. Таинство запечатления Святым Духом. Таинство исполнения Святым Духом. Елизавета, ты будешь помазана сегодня Святым Миром, который особым чином освящается в Страстной Четверг раз в год епископом. И через это Миропомазание на тебя снизойдет Дух Святой. И будет обеспечено апостольское преемство для тебя, как для мирянина Церкви Христовой. Мы знаем, что ты надлежащим образом была крещена во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы знаем по свидетельству твоих друзей, что ты добрая христианка и соответствующим образом подготовилась и молилась, и Слово Божие читаешь и любишь. И мы все хотим, чтобы Дух Святой, которого сегодня ты примешь, укрепил тебя для мужественного исповедания веры и следования заповедям Божьим. Поэтому давайте все встанем и Лиза обновит обеты крещения. Спрашиваю тебя, Лиза, отрекаешься ли ты от греха, чтобы жить в свободе детей Божьих? Отрекаюсь. Отрекаешься ли ты от соблазнов неправедной жизни, чтобы грех не господствовал над тобой? Отрекаюсь. Отрекаешься ли ты от сатаны, виновника и князя греха? Отрекаюсь. Веруешь ли ты в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли? Веру. Веруешь ли вы Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, рожденного Девой Марией, страдавшего и погребенного, воскресшего из мертвых и восседающего одесную Отца? Веру. Веруешь ли в Духа Святого, Господа Животворящего, которого сегодня тебе надлежит принять в Таинстве Миропомазания, подобно тому, как апостолы приняли его в День Пятидесятницы? Веру. Веруешь ли в Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную? Вера. Такова вера Церкви, такова Твоя вера, исповедание которой является нашей славой в Иисусе Христе, Господе нашим. Возлюбленный, попросим Бога Отца Всевогущего, чтобы Он милостиво излил Духа Святого на избранное Дитя Свое, возрожденное в крещении и к жизни вечной, да укрепит Ее Святой Дух своими обильными дарами и своим помазанием совершением подобит Ее Христу, Сыну Божьему. Лиза, подойди сюда ко мне, сначала, люди, просто в молчании не звонят руки на Тебе. Боже Всемогущий, Отче Господа нашего Иисуса Христа, возродивший эту работу Твою водой и Святым Духом и избавивший Ее от греха, не спошли на Нее Святого Духа Утешителя, дай Ей Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, исполни Ее Духа богобоязненности через Христа Господа нашего. Аминь. Прими знамени Святого Духа. Аминь. Мир Тебе, возлюбленные братья и сестры, единодушно вознесем наше моление к Богу, Отцу Всемогущему, ибо едины у нас вера, надежда и любовь, источник которых Святой Дух. Помолимся о Патриархе нашем Августине и обо всей Святой Церкви Христовой, чтобы, собранная Святым Духом воедино, она возрастала в единстве веры и любви, ожидая пришествия Господа во славе. Услышь нас, Господи. Помолимся обо всех людях, у которых один Отец на небесах, чтобы они сознавали себя братьями и искали Царства Божьего, обретая мир и радость в Святом Духе. Услышь нас, Господи. Помолимся о Елизавете, принявшей сегодня Таинство Мир Помазания, укрепленной даром Святого Духа, чтобы, укорененная в вере и любви, она свидетельствовала о Христе своей жизнью. Услышь нас, Господи. Божий, ты даровал своим апостолам Духа Святого и благоволил, чтобы они передавали его другим верующим. Внимли милость его молитвам нашим и сотвори сердца тех, кто сегодня принял Таинство Мир Помазания, подобными сердцам первых проповедников Евангелия, через Христа, Господа нашего. Аминь. Поздравляю. Давай, я тебе лухать прошу. Ну что, теперь самое время нам перейти к служению рукоположения дьякну. Я хотел бы несколько слов сказать. Так вот, к сожалению, часто служители церкви дают плохой пример для пасхы. Когда-то апостол Петр заповедовал сопастырем не господствовать над наследием Божиим, а подавать пример стаду. И, конечно, мы иногда злоупотребляем и той духовной властью, которую дал нам Христос. В силу своей гордыни, может быть, в силу нежелания смиряться перед Богом. Но, как Господь нам сказал, что церковь нуждается в служителях. Он косвенно говорил об этом, что кто хочет быть большим, тот должен стать всем слугою. Церковь нуждается в слугах. И слово дьякон означает служитель. Просто служитель. Тот, кто служит. Я хочу прочитать небольшой фрагмент из 1 Тимофея, 3 глава, с 8 по 13 стихи. Нужно, чтобы дьяконы были также с достоинством, недвоязычны, непристрастны к вину, не искали постыдной наживы, чтобы они содержали тайну веры в чистой совести. Но и они пусть подвергаются предварительному испытанию, потом пусть служат, если они безупречны. Дьяконы пусть будут мужьями одной жены, хорошо управляющими детьми и собственными домами, ибо хорошо послужившие достигают доброго положения и великого терзновения в вере во Христе Иисусе. Обратите внимание, что Павел начинает с того, что нужно, чтобы дьяконы были. Это то, с чего начинается церковное служение. Это первая ступень посвящения в священнический вот сам. И мы видим, что первых дьяконов избирает церковь, и об этом написано в Деяниях 6 главе, для того, чтобы они помогали апостолам решать разного рода бытовые проблемы в церкви. И само слово «диакон» в своей темологии имеет интересную мысль. «Дия» означает «через» по-гречески, а «конос» – это «пыль», «грязь». То есть тот, кто проходит через пыль, через мусор, через сорт. То есть человек, выполняющий грязную работу, очень неблагодарную подчас. То есть человек, прислуживающий, выполняющий всякие поручения. Слово это не было сакральным в греческом языке, и глагол «диаконеру» – «служить». Например, написано, что теща Петра, когда ее Господь исцелил, встала и деканила им. Ну, то есть он служил. То есть это просто служить, прислуживать, подносить, приносить, убирать. И исторические служения дьяконов в церкви включало в себя многочисленные занятия, обязанности. Дьяконы наблюдали, во-первых, за церковным благочинием. Ну, во время богослужения указывали место в храме, но и вообще смотрели, чтобы в церкви все было благообразно и по чину. И наблюдали за верующими для того, чтобы вовремя прийти им на помощь. То есть дьякон – это человек, который способен заметить, что у брата, например, рубашка чистая, но воротник уже затерся. Ну, то есть бедный человек живет, нужно ему помочь. Ну и так далее. То есть дьякон – это человек, который ближе всего к пасты. Поэтому, например, Игнатий Антиохийский, говоря о епископах, употребляет высокопарные выражения, о пресвитерах – еще более высокопарные. А дьяконов называет «сладчайшие мне». То есть, ну вот больше всего я люблю дьяконы. И не только Игнатий Антиохийский так любил дьяконство, мы вся церковь очень любим, ну, потому что они раздавали деньги. Кто же раздает деньги того или иного? Епископ там принимает решения какие-то, где он там, со алтарем. А дьякон, вот, когда надо, всегда к отцу дьякону, чего уж там. Он, конечно, дьяконы передавали распоряжение епископу. Ну, то есть, дьякон – это исполнительный орган. То есть, он непосредственно работает с людьми. И дьяконов часто называли ангелами или пророками епископа. Поэтому, кстати, вот очень интересно, есть в Эфиопской православной церкви сохранился этот чин, когда дьяконы с кадилом, с хорограми бегают по храму. То есть, вот, причем бегом они выполняют все поручения, символизируя ангельское летание. То есть, вот они, они как ангелы, туда-сюда. И это очень иногда забавно даже смотрится, но сохранилось в чине Эфиопской православной церкви. Понятно, что они принимали участие в церковном управлении. И даже иногда более влиятельны были, чем пресвитеры. Ввиду этого, даже на соборах было принято специальное постановление, чтобы дьяконы много о себе не понимали. То есть, все-таки иерархию не нарушалась. Потому что они склонны нарушаться естественным образом. Так вот, апостол Павел говорит о том, чтобы дьяконы были правильны. Они должны подвергаться предварительному испытанию и потом служить, если они безупречны. Причем, вот здесь Павел употребляет слово «испытание». То же самое слово из лексикона строителей, когда испытывают камень на прочность, особенно для фундамента. А как испытывают камень на прочность? Бьют по нему молотом. Если трещина не пошла, значит, можно укладывать в фундамент. Поэтому, как испытать дьякона? Надо его хорошенько стукнуть, значит, и посмотреть, как он себя идет. Ну, шучу. Для этого у епископов есть палка. Ну, шутка. Нет, конечно. Нужно посмотреть, как человек ведет себя в стрессовой ситуации. И жизнь нас стучит гораздо сильнее, чем любая епископская палка. И я знаю Эдуарда. Я знаю, мы с ним много переписывались и общались. И я знаю, и жена его знает, да. Много стрессовых ситуаций, в которые они попадали. И мы видим, что они... Ну, он действительно беспорочен. То есть, его не в чем обвинить. И во время испытания своей веры и своего служения он показал себя молодцом. Далее Павел пишет, что дьякон должен быть с достоинством. Это очень интересное слово. Он должен быть почтенным и величавым. То есть, несуетливый человек, на которого можно положиться. Человек, который вызывает ощущение основательности. Хорошо все обдумывающий. Он не должен быть двуязычным. То есть, человеком, который говорит сначала одно, а потом другое. Или одним людям говорит одно, а другим другое. Он не должен быть пристрастен к вину. Не требует писания полного воздержания от алкоголя. Но он не должен быть алкоголиком. Ну, то есть, вот такая ситуация. Не ищущим, буквально, это фраза по-гречески, не ищущим причал в бутылке. То есть, в стрессовой ситуации он молится, а не выпивает. Вот в каком смысле не пристрастен к вину. Он не должен искать постыдной наживы. Он работает с деньгами. И деньги не должны прилипать у него к рукам. Он содержит таинство веры в чистой совести. В синодальном переводе это странное такое выражение. Я помню, мы с молодежью только уверовали все. И мы читали первое послание Тимофея. И дошли до этого текста. И думали, что это такое, содержать тайну веры в чистой совести. Пойдем у диакона спросим. Там, Коля, ты содержишь таинство веры в чистой совести? Он говорит, что? Вот тебе в описании сказано, что ты должен содержать таинство веры в чистой совести. Это что такое? Объясни нам, что ты делаешь? Не смог нам тогда объяснить. На самом деле, это очень просто. Вера здесь подразумевается совокупностью верований, догматика. То есть, он должен быть как ортодоксальным по своей доктрине. И совесть его не должна в этом осуждать. То есть, он как верит, так и живет. Вот он содержит таинство веры. И совесть его успокоит. Вот он такой человек. Очень твердый в вере, уверенный. Муж одной жены. Это важное каноническое требование, которое очень трудно выполнить в нынешнем веке. Муж одной жены – это буквально мужчина одной женщины. То есть, у него должна быть в жизни только одна женщина. И она у него есть, слава богу. Вот. И тут... Но это, правда, очень серьезно. Если мирянин, становясь вдовцом, может вступить потом в брак, даже если жена умрет, то священник нет. Священник остается верен одной жене даже в случае смерти супруга. И это очень важное понимание, и его нужно соблюдать. Хорошо управляющий детьми и собственным домом. Но это не означает, что у него обязательно должны быть дети. Потому что бывают и неженатые дьяконы, и дьяконы, и монахи, и так далее. А у монахов и дома нет, кстати. То есть, ими управлять-то нечем, потому что у монаха нет имущества своего личного. Ну, кроме белья, может быть, да, и Библии, и что так. И то. Не все так роскошно хотят жить. Обычно имущество общее, и так далее. Но, если уж есть что-то в управлении, то управлять этим он должен хорошо. Он должен милостиво обращаться с женой. Он должен с людьми очень хорошо находить общий язык. И таким образом он должен получать себе доброе свидетельство. Ибо хорошо послужившие достигают доброго положения и великого терзновения в вере во Христе Иисусе. То есть, хорошо подиаконившие, буквально там сказано. То есть, если диакон хорошо подиаконил, то он достигает великого дерзновения в вере во Христе Иисусе. То есть, переходит на высшую ступень пьедестала. Дерзновение – это воодушевление. И может рассчитывать на более высокую степень доверия со стороны священно-начателя. Он должен становиться пресвитером. А там, если Господь призовет, то и епископа. Конечно, хочется рассказать в конце небольшую историю про Чарльза Сперджина, который пришел в одну церковь и после богослужения поговорил с прихожанами церкви. Потом зашел в комнату служителей, и диаконов подозвал церкви и сказал, у вас, наверное, в церкви дела очень нехорошо идут. На что один из диаконов скинулся и сказал, что вам кто-то плохой про нас что-то сказал. Он говорит, нет, никто ничего плохого про вас не сказал. Про вас ничего хорошего не сказали. Вот это интересная такая вещь. Про нас должны хоть кто-то что-нибудь хорошее сказать. Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо, говорит Господь. Но хоть кто-то должен такое доброе свидетельство о вас иметь. Поэтому, Эдуард, мы будем молиться о твоем рукоположении, будем молиться о том, чтобы ты стал благословением. И для церкви здесь, в Волгограде, теперь начинается новая община. Вас пока немного, у вас буквально пять человек. Но это только начало. Это только начало, и у вас есть уже целый диакон, который сможет в случае чего покрестить человека. Да, сможет служить литургию прежде священных даров. Мы сегодня осветим дары на какое-то определенное время. Если не хватит, то еще осветим, и все будет нормально. Потом он может даже быть свидетелем бракосочетания. Ну, то есть, благословить, помолиться о паре, если вдруг кто-то вступит в брак. Он может освещать некоторые предметы. Единственное, что он не может самостоятельно служить месту. Да, конечно, он может служить во время похорон. То есть, он может хоронить. Это, кстати, в молодых церквах обычно такое редко практикуемое дело. Вообще, хорошо, когда в церкви есть несколько поколений людей, и люди знают, как хоронить. Это большое благословение. У меня есть друг, пастор в молодежной церкви. Там еще церкви уже почти 15 лет, но они еще никого не хоронили. Я его как-то спрашиваю. Говорю, я помру, у вас хоть песню узнают одну какую-нибудь. Вы что на моих похоронах петь будете? Знаете, значит, опять спляшки что-нибудь. Погнал с барабаном. Выучите хоть песню похорон на какой-нибудь. Ну, у них весело обычно. Походим, у них сложили. Ну, я так шучу над ними иногда. Патруниваю. Ну, он говорит, да, 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 конечно. Вот нет культуры смерти в некоторых церквах. То есть, люди вообще не знают, что делать. Как помолиться вместе с умирающим. Дьякон не сможет отпустить грехи, как священник, но сможет причастить, прежде священными дарами, и сможет помолиться с умирающими, попросить Бога примирения, ну и так далее. Вообще над дьякон довольно много возлагается обязанностей. Конечно, он не делает ничего без епископа. И я уверен, что отец Эдуард уже будет хорошим дьяконом. Святая Матерь Церковь просит, чтобы я положил брата Эдуарда в дьяконские чинства. Он достойен этого, согласно мнению христианского народа, по совету ответственного за его подготовку. А я его готовил, и он учится сейчас в Институте Святого Мефодия. И успешно очень учится. Я вам по секрету могу сказать, что у него одни пятерки. Ну, по крайней мере, у меня, во всех моих предметах. Так что он призван достойным. Поэтому с помощью Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы избираем брата Эдуарда в дьяконские чин. Здесь обычно все хлопают. Возлюбленный сын мой, прежде чем ты удостоишься рукоположения в дьяконы, ты должен перед христианским народом выразить намерение исполнять принимаемое на себя служение. Желаешь ли ты быть посвященным для служения Церкви через возложение моих рук и дар Святого Духа? Желаю. Желаешь ли в смиренной любви исполнять обязанности диакона для помощи священникам и для благополучия христианского народа? Желаю. Желаешь ли ты, по слову апостола, хранить в чистой совести тайну веры и проповедовать эту веру словом и делом согласно Евангелию и преданию Церкви? Желаю. Желаешь ли ты хранить и приумножать дух молитвы, соответствующий твоему образу жизни, и в этом духе, согласно твоему положению, верно совершать литургию часов вместе с народом Божьим и за него, а также за весь мир? Желаю. Желаешь ли неустанно сообразовывать свою жизнь с примером Христа, тела и крови которого ты будешь касаться на алтаре? Желаю с помощью Божьей. Обещаешь ли ты уважение и послушание мне и моим преемникам? Обещаю. Бог, начавший в тебе доброе дело, да будет совершать его даже до дня Иисуса Христа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это символ смерти. Здесь человек умирает для себя и потом уже встанет для того, чтобы принять дар Святого Духа и служить народу Божьему и жить для Него. Помолимся, возлюбленный Богу, Отцу Всемогущему, чтобы Он милостиво излил благодать Своего благословения на этого слугу Своего, которого удостоил избрания в святой диаконский чин. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, все святые Божьи молитесь о нас. Будь милостив, избавь нас, Господи. От всякого зла избавь нас, Господи. От всякого греха избавь нас, Господи. От вечной смерти избавь нас, Господи. Ради воплощения Твоего избавь нас, Господи. Ради смерти и воскресения Твоего, избавь нас Господи, ради излияния Духа Святого, избавь нас Господи, мы грешники, молим Тебя, услышь нас, Святую Церковь Твою храни и окормляй, молим Тебя, услышь нас, Отца Святейшего и весь чин церковный в истинном служении сохрани, молим Тебя, услышь нас, Этого избранного благослови, освети и посвяти, молим тебя, услышь нас. Всем народам мир и истинное согласие даруй, молим тебя, услышь нас. Всем людям во всех испытаниях милосердие свое даруй, молим тебя, услышь нас. Нас самих в святом служении Твоем укрепи и сохрани, молим тебя, услышь нас. Иисус, Сын Бога Живого, молим тебя, услышь нас. Христе, услышь нас. Христе, услышь нас. Христе, внемли нам. Христе, внемли нам. Господи Боже, милостиво услышь наши молитвы, да сопутствует Твоя помощь нашему служению. И Того, Кого мы намерены посвятить для священного служения, освети Твоим благословением через Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь. Встали. Всемогущий Боже, неспосылающий дары, наделяющий самым и определяющий служение, «Прибудь с нами, просим Тебя. Ты, пребывая в себе самом, все обновляешь. И предвечным провидением все созидает через слово силу и премудрость Твою. И Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, всему определяешь время свое. Ты даровал Церкви Твоей, телу Христову, многообразной и в различии небесных даров и единой многообразии своих членов, чудесно соединяемой Святым Духом, возрастать и созидаться в новый храм Твой. Для этого Ты установил, чтобы три степени священства совершали святое служение во славу имени Твоего, как уже от начала Ты избрал сынов Левия для исполнения служения в первой Скинии. Так в начале Церкви Твоей апостолы Твоего Сына, направляемые Святым Духом, избрали семь мужей, достойных для помощи в каждодневном служении, чтобы сами апостолы могли постоянно пребывать в молитве и служении слова, и через молитву и возложение рук поручили этим избранным мужам служение бедным. Просим Тебя, Господи, милостью вывозри на этого слугу Твоего, которого мы в молитве посвящаем в дьяконы для служения Твоим святым алтарям. Просим Тебя, Господи, не спошли на него Духа Святого, чтобы семью дарами Твоей благодати Он укрепил его для верного исполнения делослужения. Да будут они, все здесь в Церкви, исполненные евангельских добродетелей, искренней любви, да будет он исполнен заботы о бедных и больных, будет исполнен смирение в Своем сане, непорочной чистоты, постоянства в духовной жизни. Да сияют в Его жизни Твои заповеди, чтобы Своим примером Он побуждал святой народ следовать за Собою. Да являет Он свидетельство чистой совести, твердо и непоколебимо пребывая во Христе, дабы, подражая на земле Сыну Твоему, пришедшему не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить, Он удостоился царствовать с Ним на небе. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа. Аминь. Прими эту столу. Это знак того полотенца, которым Господь отирал ноги своим ученикам. И ты, совершая служение дьякона, тоже будешь утешать людей. И служите. Субтитры создавал DimaTorzok Прими Евангелие Христово, проповедником которого ты стал. Веруй тому, что прочтешь, учи тому, во что веруешь, следуй тому, чему будешь учить. Благословен ты, Господи, Божий Вселенный! По щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих. И мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог во веки. Через эту тайну воды и вина, да приобщимся мы к Божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен ты, Господи, Божий Вселенный! По щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих. И мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем спасения. Благословен Бог во веки. Прими, Господи, нас, стоящих перед Тобою, со смиренным духом и сокрушенным сердцем, да будет эта жертва наша пред Тобою угодно Тебе. Омой меня, Господи, от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всебогущей. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих. Во хвалу и славу имени Своего ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Аминь. Просим Тебя, Господи, милости выприми обещания рабов Твоих. И соделай, чтобы они более совершенным образом, уподобившись Сыну Твоему, во свидетельстве о Нем непрестанно возрастали, становясь причастниками плодов Его искупления, в котором Он заслужил для нас миспослание Духа Твоего через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами и с отрухом. Вознесем сердца, возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде. Благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, всемогущий вечный Божий, через Христа Господа нашего. Ты подобающим образом распределяешь все для каждого времени и дивным образом управляешь ладьей Церкви Твоей, силой Святого Духа, Ты непрестанно помогаешь ей, чтобы она, будучи всегда послушной Твоим наставлением, в своих испытаниях неустанно взывала к Тебе и в радости возносила Тебе благодарение через Христа Господа нашего. Посему с ангелами и архангелами, с престолами и господствами и со всеми небесными воинствами мы песнь славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая. Свят, 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 Господь, Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, а сам в вышних благословен грядущий во имя Господне. Воистину, свят Ты, Господи, и справедливо хвалят Тебя все творение, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы по всей земле приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, силой Духа Твоего, освяти эти дары, которые мы приносим Тебе, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал Его ученикам Своим, говоря, «Примите и вкусите от Него все, ибо это и есть тело Мое, которое за Вас будет предано». Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося Тебе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря, «Примите и пейте из нее все, ибо это и есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за Вас и за многих прольется в отпущение грехов, и это совершайте в память обо Мне». Велика тайна веры! Смерть Твою возвещаем Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую живую жертву. «Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей, и прими жертву, примиряющую нас с Тобою, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего, исполненные Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Досади Лайдон нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. «Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему миру. Укрепи в вере и любви Церковь Твою страницу на земле, со слугою Твоим, Патриархом нашим Августином, всеми епископами и духовенством. Помни, Господи, о тех, кого Ты возродил крещением и укрепил даром Святого Духа, и сохрани их в своей благодати. Помни, Господи, новопоставленного Дьякона Эдуарда, укрепи его Святым Духом и дай ему возрастать в верности благодати служения Дьяконского. И со всем народом прибудь, Господи, со всем народом Тобою искупленным. Усопших братьев и сестер наших и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милость Его в Царство Твое, уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от мукова. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостивый мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, по воле Твоей благоволи, умерите и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами и садом. Приветствуйте друг друга миром и любовью. Мир Тебе, Вонче, тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, соединенные в этой чаше, да помогут нам, принимающим их, достичь жизни вечной. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Господи Иисусе Христе, Сын Бога Живого, по воле Отца, при содействии Святого Духа, смертью Своей, оживотворивший мир, священным телом и кровью Своей, избавь меня от всех беззаконий моих и всякого зла, помоги всегда соблюдать заповеди Твои, и не дай мне отдалиться от Тебя. Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званные на вечерю Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Тело и кровь крестовы да сохранят Тебя в жизни вечную. То, что вкусили мы устами, Господи, да примем чистую душою, и от временного дара да будет нам врачевание вечное. Аминь. Помолимся. Господи, сопутствуй Твоим благословением тем, кого Ты помазал Святым Духом и насытил таинством Твоего Сына, чтобы побеждали любое противодействие. Они радовали Церковь своей святостью, а своей любовью и добрыми делами способствовали ее возрастанию в этом мире. через Христа, Господа нашего. Аминь. Боже, укрепи силу Твоего благодатного действия в нас и храни дары Святого Духа в сердцах верных Твоих, чтобы они без страха исповедовали перед всем миром Христа распятого и послушные Его заповедям совершенствовались в любви через Христа, Господа нашего. Аминь. Теперь и ты тоже. Целуй в алтарь. И вновь все. Выходим перед алтарем. Господь с вами, саду Христа. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. Все. Место совершилось. Поздравляю всех. Еще раз обнимаю. Всех поздравляю. Матушка. Денис. Дорогой мой. Хорошо. Ах, славно. Матушка. 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 Матушка.